Девушки отдыхают Может быть и само прозвание Усидома или Всидома получило на того, что в его доме было решительно все, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время. В конюшне Усидома было много отличных лошадей, но ни в усидомовой конюшне, ни во всей венете не было коня быстрее и красивее догони ветра. Так прозвал Усидом свою любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Случилось купцу в одной из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в венету, проезжая через большой и темный лес. В друг из-за кустов выскочило плечистых молодцев со зверскими лицами, с топорами и ножами в руках. Не видать бы Усидому своей родимой венеты, если бы не догони ветер. Конь рванулся вперед, своею широкую и сильную грудью, а прокинул на землю дерзких злодеев. Слезая с лошади, купец тут же, трепляда гони ветра по взмыленной шее, торжественно обещал, что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня. Не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса. Но, поторопившись к жене и детям, Усидом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует. С тех самых пор догони ветер и начал хворать, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание. Усидом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса. И он велел отпускать две. Еще прошло полгода. Слепой конь был еще молод. Приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. Наконец, это показалось купцу тяжко. И он велел снять с догони ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно место в конюшне. Бедный слепой догони ветер, не понимая, что с ним делаю, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами. Опустивши голову и печально шевеляя ушами, наступила ночь. Пошел снег. Спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте. Но, наконец, голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой осунувшейся крыши, брела на удачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор. Надо бы вам знать, что в Венете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собой, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы называлось Вечем. Посреди Венеты, на площади, где собиралась Веча, вещел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ, и который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется. Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрихи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать. Колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то, что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто-то громко требует его суда и защиты. Все Венеты знали, да гони фетра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещания хозяина, и удивились, увидев посреди площади бедного коня, слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатую седом выдал изданную слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решили, что догони ветер имел полное право звонить в вечевой колокол. Потребовали на площадь неблагодарного купца, и, несмотря на его оправдание, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok